всем привет сегодня речь пойдет о мониторинге ресурсов вашего компьютера в играх с помощью программы msi auto burner исходно данная программа предназначена для разгона видеокарт но также используется для мониторинга ресурсов актуальна эта тема для тех кто просто хочет узнать фпс в играх или узнать насколько нагруженного видеокарта или центральный процессор или для тех кто проводит тестирования или сравнения вышеупомянутых устройств также эта тема актуальна для тех кто занимается разгоном видеокарт и нуждается в отслеживании таких показателей как температура графического процессора частота ядра графического процессора частота памяти видеокарты а также напряжение и количество оборотов вентилятора в минуту такой мониторинг позволит вам разумно подойти к разгону вашей видеокарты а теперь самое главное почему я вообще решил снять данный ролик у меня на канале есть видео о том как переключить видеокарту многие с этим не справляются пишут комментариях что они не понимают переключена она или нет потому что некоторые из драйверов осуществляют автоматическое переключение либо же просто не отображают какая видеокарта сейчас задействована именно поэтому с помощью данного мониторинга я покажу какая видеокарта у вас задействована дискретная или интегрирован почему именно afterburner ведь есть и другие программы для мониторинга системы все просто программа бесплатная показывает наибольшее количество характеристик не накладывает водяных знаков как некоторые приложения имеет простой и понятный интерфейс а также совмещена с разгонным механизмом в данной программе вы можете столкнуться с возможными проблемами хотя в ней наименьшее количество проблем нежели в других проблемы могут быть следующие при очередном запуске игры программа может просто не отобразить мониторинг такое бывает либо же отобразить его неверно но это решается перезагрузкой программы прежде чем начнем настройку скажу что нам понадобится во-первых сама программы msi autoburner скачать ее можно по ссылочке в описании также к ней понадобится программа riva tuner statistics server при установке msi autoburner не забудьте установить галочку чтобы установить riva tuner statistics server он понадобится нам будущем для настройки отображения статистики теперь перейдем к настройке переходим в msi autoburner находим здесь кнопочку настроек свойствах autoburner переходим в мониторинг и видим здесь параметры отображения сразу скажу что если у вас две видеокарта то есть два видео чипа интегрированный и дискретный то у вас здесь будет отображаться так загрузка gp1 загрузка gp2 и также с остальными параметрами выставляем и то и другое для того чтобы в будущем выяснить какая из них находится под нагрузкой и задействован выставляются параметры следующим образом ставим галочку напротив того пункта который хотим чтобы отображался это будет температура gp сразу же переходим вниз пока выбран этот параметр и нажимаем кнопочку показывать в оэд далее загрузка gp также выбираем галочку показывать в оэд контроллер памяти галочка и галочка здесь загрузка памяти то же самое частота ядра то же самое частота памяти сначала галочку ставим затем показывать оэд в моем случае выстрел все данные для того чтобы отображать информацию о моем графическом процессоре именно одной видеокарты так как она у меня одна интегрированный в процессор у меня видеокарты нет после того как вы все сделали нажимаете применить окей msi autoburner остается в рабочем состоянии закрывать его не нужно можно только лишь свернуть далее переходим в настройку рива tuner statistic сервер если здесь у вас его нет в реестре открываем пуск и ищем здесь его перед нами рива tuner statistic сервер и наша задача настроить здесь отображение то есть вид отображаемой статистики то есть мы можем выбрать ей цвет к примеру красный переместить его в необходимое место чтобы не прикрывала необходимые элементы интерфейса в игре также отрегулировать шрифт обратите внимание что здесь у меня запущен и msi afterburner а также рива tuner после этого можем запускать игру но теперь информация по нашему сложнейшему вопросу какая видеокарта задействована включена ли дискретная или работает интегрирована при запуске любой из игр мы увидим подобную информацию то есть gpu 1 и gpu 2 если компьютер собран адекватно то есть дискретная видеокарта мощнее чем встроенная то здесь вы увидите что дискретная видеокарта будет иметь большее количество мегагерц то есть большее количество частоты ядра а если у вас какие-либо сомнения то открываем еще раз настройки автобернера во вкладке основные смотрим какое наименование присвоено нашей видеокарте у меня всего лишь одна поэтому у меня дискретная видеокарта rodeon rx 460 под gp1 теперь мы точно знаем что именно отображается здесь gpu 1 это дискретная видеокарта но теперь простым способом выясняем какая из них задействована то что будет грузиться на 99 100 процентов может периодически понижаться в любом случае задействована она так как нагружена она gpu 2 находится в простое как видите ноль процентов и здесь у вас отпадут все сомнения насчет того что какая видеокарта задействована если бы было задействовать gpu 2 то она загружалась на сто процентов а gpu 1 находилась бы в простое а вот так это выглядело в основной игре то есть на 60 процентов грузится gpu 1 она не всегда будет обязательно грузиться на сто процентов в зависимости от игры от нагрузки на процессор графический так далее после всех настроек с msi afterburner переходим в любую игру которую необходимо промониторить к примеру metro exodus обратите внимание в верхний левый угол там вы сможете увидеть все необходимые показатели которые вам требуются в следующем ролике с помощью этой же программы мы с вами осуществим разгон видеокарты расскажу все необходимые нюансы сделают настолько подробно насколько возможно чтобы вы поняли как разогнать свою видеокарту на этом все надеюсь что я смог вам помочь не забывайте подписаться на канал если вы этого еще не сделали всего вам доброго